МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, меня зовут Юрий. Мне скоро 30 лет, и я решил остепениться. Надеюсь, сегодня найти свою вторую половину. А помогут мне мои друзья Александр и Андрей. Юрий, 29 лет. Хотел отбить свою подругу у жениха, но пока он медлил, девушка сменила двух кавалеров и вышла замуж за третьего. Встретил свою судьбу под Новый год, но, испугавшись серьезных отношений, расстался с избранницей. Юрий – преподаватель технологии, кандидат педагогических наук. Занимается йогой, изучает психологию, мечтает, чтобы его ребенок стал гением. Предупреждает, что он заядлый футбольный болельщик. Никогда не женится на девушке, если она будет одеваться, как Стив Джобс. Будущая избранница Юрия обязательно должна быть независимой, обладать спонтанным характером и осознанно подходить к вопросу рождения ребенка. Что вам Стив Джобс дался? Ну, носил кроссовки, джинсы, свитерочки. И что, и девушки, если так одеваются, значит, у них хороший вкус, значит, они молодые и студентки. А жена должна кудри по плечам, короткие юбки, сетку колготки. Гламур. Да. Да? Женщина должна носить юбки. Ну, ты не любишь брюки, ему это нравится. Ты любишь юбочки, платьица. Давайте выбираем. Либо гламурная девушка, но она вам тогда родит, знаете, что, буроспильку. Хотелось бы женственную натуру. Какую? Женственную. Чтобы не только кроссовки и джинсы, но и все-таки еще и классический элемент одежды. Ну, хорошо. Юбки, блузки, украшения. Заработайте ей на красивую одежду. Не вопрос. Будет носить. Сработайте, не будет, правда? Вот у нас девушка одевается, бедненько, но видите, как с каким вкусом. Три копеечки, а глаз не оторвать. Не то, что он, роза, сейчас сидит. А шо, о моем-то возрасте уже надо как-то показать свой достаток. Хорошо, Юрий, вы были у нас, девушка вас выбрала. А шо, не сложилось-то? Девушка была актрисой. Какая-то возвышенная очень. Я хотелось, хочется таких земных отношений с земным человеком. Дети, вы среди актрис видели возвышенных. Ну-ка, расскажите мне. Какая-то театрализованная, прям такая высокая идея. Вы же хотели женственность и нежность? А, значит, работы у нее не было, потому что это те, которые наиграться не могут. Если на сцене не работает и в кадре, значит, она будет вот это вам заламывать в жизни. А если Паша с утра до ночи, ей вот не дофильдисперс. То есть, востребованные актрисы, они все циничные, Ларис, да? Не то, что циничные, они все такие уставшие, им не до выкаблучивания. Слушай, ну он не выглядит, да, на 29 лет? Мне кажется, старше. Я бы, да, я бы ему больше дала. Юра, у вас такая запутанная история, клянусь. Не без этого. Вот это вот даже у вас не треугольник, а многогранник какой-то. Я не поняла, кто от кого, когда ушел. 29 лет. Вы знаете, вот раньше анонсы писали к фильму в советские времена о трудной любви медсестры к доктору, там, Павлу Петровичу. Вот у вас какая-то такая трудная, непонятно, запутанная была любовная история. Расскажите сами. Будучи еще студентом, наверное, лет 20 мне было, я познакомился с девушкой. Дело это было за городом. Она тоже проявила ко мне интерес, но она была занята. И несмотря на это, стал тоже ей оказывать какие-то знаки внимания. Временами был даже достаточно настойчив. Девушка занята, а вы там ей через очки. Так она же, в общем, как бы тоже говорит, что, мол, я не против, давай в кино сходим и попьем кофе с тобой, может быть, на консерты. А, то есть она прямо так и предлагала, да. Мне глаза твои напротив, и говорят, что ты не против. Ну, понятно, кто что стоит. Чувствуется, что он достаточно свободный. Внутренняя свобода в нем ощущается. Юрасик, короче, закрутилась у вас. Да, и, ну, в то же самое время своего бывшего на тот момент она не бросала. Она что, дура, что ли? Ну, вот, ну, да. А про запас. Про запас. А я как-то не очень сильно понимал, что я как бы про запас. А вам сколько годков было к тому времени? Двадцать, двадцать один, ну, такой, да, студентик такой, думаю, вот она, первая любовь, самая главная, жизнь, ура, ура. Ну, и как-то вот не получалось все. И я, в общем, пытаюсь к ней как-то настроить мосты любви, она все как-то в сторону уходит. Потом в какой-то момент я уже, думаю, плюнул, думаю, нет, я найду себе земную, нормальную человеческую девушку, вот там, не знаю, соседняя аудитория. И тут выясняется, что она вроде как, да я все, я сейчас брошу своего, и все, я твоя навеки, я те отношения разрываю, и здесь опять ничего не ладится. Ну, получается, что он человек достаточно верный. Потом она находит еще одного себе человека молодого, с тем расстается, находит другого. А с кем вы водку-то горькую пили? Так вот, собственно, с тем первым, с которым она тогда не могла расстаться, потом у нее появился еще один. Вы делили одни рога на твою. Как в молодости может быть вот такая вот страстно закрученная история? Боже мой, сейчас, наверное, даже страшно. Сейчас сразу до свидания. Мне кажется, он уже готов к семье, хотя, может быть, даже сам об этом не знает. Юра, а вы сейчас прямо вот вас в брак, что толкает? Что за нужда такая? Да как ты? И кандидат технических наук, и преподаватель педагогический. Нет, педагогический. У нас учитель труда, а, кстати, зарплата-то как у нас? Да она, в общем, как бы и никакая. А чем мы зарабатываем? Поэтому уклон в педагогическую деятельность большой такой не делаю, а параллельно еще занимаюсь проведением организации всяких таких массовых работ, мероприятий как там частного характера. Слушайте, а у вас же в школе училок одиноких. Прям мама дорогая. Ну, хорошенький наверняка. Училки. Мне не в актовом зале потискать-то. Ой, это ж милое дело. Географическую с биологической. Можно потискать на педсовете, обсудить важные вопросы воспитания детей. Вот это вот в таком вот виде обсуждается. А вы вот эти культ массовой работы вне работы занимаетесь, да? То есть мы, я правильно понимаю, вы у нас как учитель, вот весь труд детям отдали, а потом свободно от работы. Конечно, жить-то на что-то надо. В каникулярное время. Юр, так что с учительками-то? Да скучные какие-то они, учительки. Больше всего мне в нем нравится то, что он кандидат в педагогических наук. А у вас директор, директор из школы? У нас директор из школы. У нее все в порядке с личной жизнью? В таком возрасте, наверное, уже все случилось. И дети, и внуки. А вы не в курсах, да? Ну, про внука-то я знаю, она периодически с ним приходит, когда не с кем оставить. То есть она не будет журить вас, типа, как ног. Да я думаю, нет, нет. У вас директор из школы хороших, хороших отношений. Да, как ее зовут? Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, если чего, к нам сюда. У нас бывают возрастные женицы, поэтому постараемся. Юр, какой за рук все дали в новогоднюю ночь? В новогоднюю ночь все-таки найти ту единственную, построить отношения, жениться, ну и, может быть, уже зачать. Вот и приступим практически сейчас. Только вот умных моих соведущих послушаем. А вот по поводу гардеробчик-то. То есть зарплатка у вас маленькая, подработка непостоянная. А если гардеробчик поменять надо, готовы ли мы вкладываться в невеста? Ну, непостоянная, это как сказать. Работа, в принципе, есть всегда, надо уметь находить. Живем уж в таком большом мегаполисе городе. Вкладываться в свою женщину всегда. Очень хорошо. Но я же. Готов ли у нас дом, где детей будем прямо сейчас делать? Двухкомнатный, 3 километра от МКАДа. Да? Двухкомнатный? Двухкомнатный. Это что такое, сырое? Двухкомнатная квартира. Детей хочет и двухкомнатная. Надо трехкомнатную. У меня 3, соединим будет 5, и будем рожать, 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 рожать. Русска, двухкомнатная, зашибись, это шикарно. Так я сама в трехкомнатной живу-то, что привязалась-то? А что тогда ты его сейчас мучаешь? Так я же его не мучаю, я просто спрашиваю, чего он хочет. Готов ли он невесту? Это наряжать в сеточку чулки, готов. На целый денег нет, а на сеточку готов. На длинную юбочку, не на кофе, на короткую, на кофе. Нет, такой хороший парень, он просто ментильный у него, да, приятный очень. Ну что тебе, милая, конечно, хочешь красивую, молодую, богатую, желательно, с хорошим приданным я именем. Ну, не без этого. С богатым внутренним миром. Да только вот, жену-то надо не только глазками-то выбирать, а сердцем надо. Потому что первая, это будет как красавица и для всех. Знаешь, как в Третьяковке сходил, в общем-то, и вроде все смотрят. А вторая сокровищем будет. Поэтому мы попроще. Вот я бы сегодня хорошую учительницу нашла бы. Ты готова? Готова. А больше всего. Очарованием большим. Вот что я хочу вам сказать, Юрий. К сожалению, сегодняшние девушки, если Господь их наградил внешность, понимают, что это их на определенный отрезок времени товар. Это их дивиденды, и нужно это правильно вложить, использовать и так далее. Это плачевно, конечно, грустно. Что поделаешь? Особенно, если девушка хорошо выглядит, если она за собой ухаживает. Конечно, она смотрит в другую сторону. Это несправедливо по отношению к вам, хорошему парню, который детей учит. Это несправедливо. Но это вот такая реальность. Есть возможность девочку на какое-то время, провинциалку, которая каждый день поездами, самолетами сюда приезжает, юную взять в жены, хорошенькую, красивенькую. Но не факт, что она оперится здесь, в Москве, потому что это город только для очень сильных людей, для очень сильных, которые все про себя понимают, понимают, что короткая жизнь, и что она, эта жизнь единственная, понимаете? Не смотреть в чужой карман и за чужой высокий забор. Вот если возьмете хорошую девочку из хорошей семьи, воспитанную, с таким стержнем, с хребтом, который будет вас ценить, любить, рожать детишек, тогда вам, считайте, повезло. А если нет, так будете влюбляться в одну, потом будете с бывшим ее выпивать там водку, она уйдет к третьему. Поэтому давайте будем каравай выбирать по зубам. Не спорю, согласен. Хорошо? Уже в 29 лет давайте фантазировать не будем. Вы хороший парень. Хороший парень. Вам нужна хорошая, простая девушка. Никто не говорит, что грынза какая-то страшная. А потом, Лариса, нет некрасивых женщин. Есть только женщины, которые не знают, насколько они красивы. Слушайте, классическая хирургия, косметология у специалиста. Ну, сделала из нее красавица-то, господи. Вот если честно, я бы над его стилем поработала бы. Взяла бы больше брутальным. Вы заблуждаетесь и капризничаете в личной жизни. Вы человек простой, способный менять свое мнение. Правда, наверное, любовь тоже способна. Тельцовская Венера, Рачья Луна. Бывайте ленивым в быту. Я думаю, что, если говорить серьезно, некоторые женщины могут испытывать недостаток внимания в том, что касается бытовых вопросов. Но, в общем и целом, вам нужна очень простая девушка. И такие есть еще и в Москве. Не обязательно брать провинциалку. Простая, хорошая, та, которая будет средней. Я не хочу сейчас обидеть наших девушек, сидящих в комнатах. Конечно, каждый хочет себя чувствовать звездой, но объективно каждая должна про себя понимать, что она не должна быть самой сильной, самой красивой, самой умной для вас. Она должна быть такой вот нормальной. Действительно, средней по всем показателям. Мне кажется, Василиса, счастье в чем? Когда человек все про себя правильно понимает. Вот, это счастье. Понимаешь, тогда ты не живешь с ущемленным понтом, что тебе что-то не додали, не доложили, не долюбили, не дооценили. Это самое ужасное. Поэтому, если человек все про себя понимает, то ему и хорошо. И старается выше ставить себя. Печаль только в том, что это понимание приходит обычно годам к 30, а ценится возраст другой на брачном рынке, к сожалению. Такому мужчине хочется выйти. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемой встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Юрий. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Катерина. Вы знаете, мне кажется, никто бы не верил в чудеса, если бы они действительно не случались. Давайте познакомимся, и, может быть, сегодня произойдет чудо. Катерина, очень приятно. Хорошенькая девочка. Очень приятно. Вот когда приходит невеста одна или жених один, мне сразу хочется на вашу сторону, вот уже априори встать на вашу защиту и быть вашей сватей. Спасибо. Но я себя чувствую комфортно. Давайте, Саша, посмотрим. Екатерина, 23 года, психолог-дефектолог, победительница конкурса «Краса университета», занимается ландшафтным дизайном и флористикой, читает научную фантастику, мечтает получить научную степень и увидеть небо с разных точек планеты. Избранник Екатерины винил ее в своих неудачах, несмотря на то, что она никакого отношения к ним не имела. Екатерина решила дать ему возможность стать счастливым и бросила его. Надеется, что станет для Юрия не только возлюбленной, но и музой. Катюш, вы дефектолог, вы с детишками работаете? Нет, я не дефектолог, на самом деле, я клинический психолог, ну, будущий. На данный момент я заканчиваю пятый курс в двух институтах, я учусь. С детками будете работать? Я, на самом деле, планирую работать в психиатрической больнице, ну, в ближайшее время. А дефектолог, это я недавно получила такую возможность поработать с детьми с некоторыми проблемами. Заикание, наверное, карта? Ну, посложнее, немного посложнее. Синдром Дауна, девочка была, я знала, с коррекцией. А вот адаптировать детей к социуму? Адаптировать к школе, да. Какая вы умница, какая вы умница. Помочь детям, это хорошо. И у вас такая, в общем-то, жизнь личная незатейливая. С 15 лет, с 7,5 лет, боже мой, один мальчик, с ума можно сойти, расскажите. Ну, мы познакомились в 10 классе, наши классы объединили. Ну, как и водится, сели за одну парту. И, в общем-то, мне он понравился сразу. В первую очередь мне понравилось то, что он единственный был, ходил всегда в костюме. Он всегда был стройный, подтянутый и производил впечатление человека, вы знаете, бывает негласный видер. Нет, знаете, почему он вам понравился? Потому что вы внутренний, очень собранный человек, и вам такой разгильдей не мог понравиться. Вам и понравилось ровнее. Мне кажется, она более мягче такая. Он же хотел... Скромная, скромная, мягкая. Он же хотел со стержнем. Довольно-таки милая девушка. У нас отношения строились, знаете, вот как у взрослых людей. То есть это чувствовалось. Мы уважали друг друга, мы старались... А мы стали вместе жить? Нет, мы не жили вместе. Вообще ни одного дня? Нет, жить, нет, в квартире в одной не жили. Ну, вы так встречались по-взрослому. Ну, встречались, как все, все с половиной лет, ну, естественно. Ну, вот поэтому и расстались, потому что не жили вместе. Нет, не поэтому. А зачем надо было жить-то? Потому что ранние любови, 15-летние, не должны становиться любовями взрослыми. У человека меняется система ценностей, вкуса. Может быть. А потом начинаете с разной скоростью развиваться. Парни обычно тормозят. Эта девочка уже 18 лет готова стать матерью, что естественно для ее организма. Организм созревает. А мальчики нет. Поэтому пусть это будет такая светлая печаль, ладно, по поводу того, что вы расстались? Она светлая. Точно будет, ты нашли. Мне кажется, не то. Ты думаешь так? Да. Почему? Ну, как почему? По нему тоже не скажешь, что он прям в свечах такой. А вот вы тут ученую степень хотите получить, правда? Хотелось бы, да. А это вот как, допустим, вот Юрочка нам, он вообще детей собирает прямо сейчас делать, как говорится. Ну, где дети, а где ученая степень? Что в приоритете-то будет? Если я хочу и он хочет, тогда у нас будут дети. А вы как? Согласны? Я согласна, если мы вместе с ним хотим. Я не могу, чтобы от меня требовали. Маме 49. Значит, будет помогать. У нее прям взяла встал на ее защиту? Нет, надо хотя бы выяснить, понимаешь ли я. Вы сами планируете детей в ближайшее время? Дело в том, что Юрию уже приличный. Мужчина, и ему уже нужно, прямо пора определяться. Уже 30-ник, и скоро дети могут папу без волос совсем увидеть. Представляете, родятся, а папа уже совсем взрослый. Ну, что по фотке? Ну, по-моему, для мужчины самое... Нет, я понимаю, просто вы готовы через год-два родить? Ну, через два. Семья для женщин, тем более, если вы выходите замуж на первую, если на вторую, на третью, потом. Поэтому, если вы не додадите мужчине тепла, значит, родит на стороне. Родит на стороне, будет нежно любить своих детей внебрачных. И будет любить ту женщину, которая будет его ждать и тапки будет ему приносить. Понимаете, горячий супчик. Нет, я считаю, что семья – это важно. Для меня это важно. Душевная теплота дома. Счастье и мир в семье – это система компромиссов. Либо вы договариваете об этих компромиссах. Просто сидишь и выцыганиваешь. Хорошо, любимый за чашкой чая. Я не поступаю там в аспирантуру в этом году. Но ты тогда мне пообещаешь, что ты вот эти интрижки с учительницей английского языка заканчиваешь. Эта система компромиссов либо гласна, либо негласна. Поэтому пока вот у вас есть берег такой прекрасный, вы сейчас должны прийти по большому счету. Потом у вас будут какие-то уже свои интимные лязь-масяськи. Но сейчас вот что-то давайте главное. Хорошо, если по большому счету, то семья. Послушайте, карьера – молодец. Она никуда не убежит, а детей нужно рожать вовремя. А бюджет у нас будет какой? Совместный, раздельный? Вы знаете, для меня этот вопрос не принципиальный. Как это? А вы знаете, как у нас будет бюджет? Как у меня, Рос. Вот не было принципиально, а теперь я как дура. Выпрашиваю своего мужа 10 рублей. Он говорит, вчера давал. Понимаете? Потому что надо было договариваться с самого начала. Ну, у меня нет опыта. А не неси ему. А значит, наши деньги – это наши деньги, и ваши деньги – это тоже наши деньги. И как Ларисе выдаем по 10 рублей. Интересная позиция. На комботке, кстати, сеточку. Ну, может быть, не по 10, а может, по 100 будет. Тогда да. Смотрите, женственная, как хотели. О, я. Подобная тянется к подобному. Видишь, он учитель. Она тоже связана с этой деятельностью. То есть психология, то есть… А подарки любите? Ненавидит. Я к ним хорошо отношусь, естественно. А какие вам подарки дарить надо? Мне нравится, когда мне дарят украшения. Ой, какая молодец, лучшее сказать, конфитки и цветы. Лемишек, да? Ну, это действительно так, потому что я очень люблю маленькие вещи, в общем. А где ваши украшения-то? Один браслет на мне. Это вполне хорошо. Я, говорит, люблю украшения, а украшения не… Вообще, женщина, которая обвешана украшением с головой до ног, это женщина, имеющая проблемы с Венерой. Точно так же, как женщина, на которой нет ни одного украшения. Я столько лет жила бедной, матерью-одиночкой, что вы сейчас на меня смотрите, что как только у меня появилась возможность, и мне иногда, я говорю, что это покупают. Так я, конечно, все на себя вешаю. У меня ж не было ничего. Господи, вы на меня посмотрели. Кому? Ой, нашли чему. Катерина, что за сюрприз приготовили? Показывайте. Юрий, я бы хотела вам прочитать свою любимую басню Ивана Андреевича Крылова, которая называется «Ларчик». Случается нередко нам, и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. Ну, всякий ларчик он прекрасным любовался. Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал «Ларец с секретом». Так, он и без замка, а я берусь открыть его, да-да, уверен в этом. Не смейтесь так из-под тяжка. Я отыщу секрет, и ларчик вам открою. В механике я чего-нибудь достою. Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Тут, глядя на него иной, качает головой. Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только раздается. Не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Потел-потел, и, наконец, устал. От ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался. АПЛОДИСМЕНТЫ Она по жизни будет ему бастать. Юрий, я думаю, что в любви и в отношениях не стоит мудрствовать, но стоит быть мудрым. И в этом году я желаю вам, чтобы свой ларчик со счастьем вы просто открыли. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, парни, как вам невеста? Классная девчонка. Мне понравилась, правда. Красивая улыбка, потрясающая. Спасибо, это приятно. Очень понравилась. Достойный вариант кандидата. Женственная. Да, да, да. Умница, спокойная. 23 года. А как вам? Исключительно положительные эмоции вызывает Катерина и ее стремление работать с непростыми детьми. У меня как-то был опыт общения вот с такими детьми. Ну и пока еще не очень богат в педагогической практике. Очень тяжело и это очень-очень здорово. Да, но ей нужно рано выйти замуж. Потому что если она уйдет в эту науку, если она погрузится, это ей будет интересно. И уже оттуда вытащить будет сложнее. Поэтому сейчас, сейчас... Не стать бы ей пациентом очередным, чтобы она не приходила с работы, а не смотрела на тебя, она говорит, а-а-а, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вы ей там это задание по труду, а она вам... Вы хотите поговорить на эту тему? Давайте поговорим. Какие у вас были взаимоотношения с отцом? Нет, я профессиональной компетенцией обладаю уже. Поэтому в личных отношениях только личное. А так хороша, девчонка. Ну, конечно, женщины именно водной стихии воспринимают как максимально женственные. Рыбы, раки и скорпионы. Вот она такая ярко выраженная рыба. Такая мягкость, манкость, обворожительность, где-то слабость, умение мужчине уступить. Такая кажущаяся иногда. Ну, в общем, если мужчина видит, что за внешностью женщины есть что-то... Я рада, что Василиса меня поняла. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Заберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. Майонез Махиев с лимонным соком. Махиев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Юрий. Идите, встречайте вторую невесту. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты мне понравился. М-м-м. Ты тоже, ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ А может поженимся? А вдруг получится. Пойдем поболтать. Спасибо. Девушка сразу видна активно. Здравствуйте, Юлечка. С кем вы пришли? С подружками. Евгения и Наталья. Давайте на вас посмотрим. Юлия 26 лет. Директор ателье. Читает книги по психологии, занимается йогой и дайвингом, коллекционирует статуэтки кошек. Мечтает научиться летать на вертолете и забраться на Альпы. Предупреждает, что она свободолюбива и не может постоянно сидеть дома. Супруг Юлии пытался контролировать ее во всем. Когда он установил за ней слежку и стал прослушивать ее телефон, Юлия сбежала от него и подала на развод. Надеется, что Юрий будет давать ей достаточно свободы. Ну, глядя на фотографии, в общем-то, не мудрено, что ваш муж установил за вами слежку. Как-то вы не выглядите жертвой. Не сейчас, не особенно там. Да, правда, на ревности, скажем так, да? Колитесь, что было на самом деле? Ни в чем. Вы вышли замуж по любви? Да, по любви. Ну и что? И приехали к нему в Москву здесь. Все прекрасно. Он стал деньги зарабатывать приличные. Я открыла свой бизнес, ему это очень не нравится. А, то есть ателье – это ваш бизнес, да? Да, я стала независимой. Это очень не устраивает его. Ну, девушка явно с претензией, несмотря на то, что хочет казаться легкой и веселой. Юлия, а эти фотографии были во время вашего совместного проживания, так сказать, сделаны? Да, мы вместе с ним отдыхаем везде. Юль, ну вы так выглядите вульгарно. Ну ладно вам, ну перестаньте. Ну, конечно, никакому мужчине это не понравится, если вот вы такая златокудрая, жази, ногу на ногу, где-то что-то, и с таким взглядом, и декольте по самой не горюль. Ну, конечно, наверное, ревновал. А он кто по профессии? Ну, ревновал, но ему это нравится. То есть ему нравится уже такая... Не, ну это нравится всем. Вот такое платье, что ли? А вот так, чтобы на работу пошли, конечно, будет ревновать. То есть ему неинтересно, когда спокойно все вот ровно. А то что развелись, если играли так? Смотрите, Юля, да они не играли. Девять лет вы с ним прожили. Почему детей не родили? Ну, не мой человек. А зачем тогда жили с человеком, который не ваш? Причем жили девять лет. То есть это треть вашей жизни. Мне устраивало, какой он был до той работы, куда он сейчас устроился. То есть человек вообще поменялся очень сильно. А куда он устроился? Работает в Кремле, да. То есть он получил статус какой-то, много денег, власть. Чуть здорово, радоваться надо замуж-то. Ну, он хотел посадить дома в золотой клетке. Но надо сказать, что с таким декольте быть супругой кремлевского какого-то деятеля крайне сложно. Чиновника. Скажем прямо, ну не совсем прилично. Это у любовницы, у чиновников вот такие вот, как вы, в которых они вкладывают большие деньги. Но жена должна быть лучше какой-нибудь серенькой, забитой, затюканной. Когда серенькая, сидишь дома такая вся спокойная. Ему неинтересно, он со мной время не проводит. Он где-то на работе, в командировках. А я должна сидеть дома, вся вот такая вот ждать. И он приходит. Вся вот такая на прическе, на платье, на ногтях. Да, ага, сейчас. Ну, не совсем. Юле, конечно, очень не хватает внимания. Вот видно, она человек, который просто его жаждет. Юлечка, скажите, вот вы когда к подруге в Подмосковье-то сдернули, как он вас нашел? Знакомства какие-то. У него слежки. У него все на чеку. По телефону можно все это выяснить. Да, навигацию. А как вы узнали, что за вами тотальная слежка, что телефон прослушивается? Я все это видела прекрасно. Это же все видится. Ну как видели? Следят люди, ты чувствуешь это все. Потом он скрывал-скрывал, а потом ба-бац, а вот вот это, а вот так. Я говорю, и что в итоге? Ну, следишь ты, что ты хочешь найти? Ну что, где? Ну где что? Товарищи кремлевские мужчины, которые работают на нас, на простых людей. Не привозите из Владивостока, из Удмурдии простых девчонок, которым хочется тусить, носить короткие платья, вот эти вот волосы, делать татуаж в брови. Не надо, женитесь на таких простых, как я. И у вас будет все в жизни прекрасно. Сначала привозите вот девушек вот с такими вот ногтями, понимаете? Потому что вам с ними нравится. А потом говорят, сиди дома. Она для этого свела, что ли? А зря вы так. Я умею, между прочим, готовить. Я думаю, не нагулялась однозначно в 17 лет выйти замуж. Ей надо было все-таки чересчур ранние браки. Юлечка, вы смотрите, от кремлевского деятеля улучшения жизни человеческой до вот такого простого парня. Учитель труда. Мне кажется, пропасть. Зато ваш будет. Вот как уткнется вам туда в декольте, как засопит в счастье. И любишь, подумайте, вот она, простая жизнь, о которой мечталась. И все время будет рядом. Один методический день в неделю. После двух часов уже дома. Раз и все. Тоже интересно. Юлия, аж хорошая вы девочка и девушка, и хорошенькая, и вся такая с ресничками, и подружки вот такие у вас совершенно прелестные. Хочется вам счастья. Поэтому мне кажется, Юра вот тот самый мужчина, который может вас осчастливить. Если честно, мне тоже кажется. А вы нас осчастливите, если покажете сюрприз? Да. Кем бы ты ни был, ты все равно кому-нибудь нужен. Поэтому. Кто сказал? Ты сказал. Кто-то очень умный. Но в данный момент я. Ой, ему нравится, смотри. Оживился как. Смотри, как он показал. Под копытом пыль клубиста Несет шарную кабрицу За ней конь лихой задорный Молодой черноголовый Молодой черноголовый Заколдует, зачарует Волю больную забудет Ведь в мечтах его шальная Габлица вороная oh, и все. Все-все. Мы потеряли его. По жилам стонет, тонет, душу разрывает, Не догонит, не поймает. Не догонит, не поймает. Нет такого молодого, черноглазого гнедого, Я б его оседлала, полю траву потоптала. Малый, под копытом выклубиться, не сошелся. Спасибо, Рама, Рама. Нет, девочки, отдайте нам жениха. Спасибо большое, девчонки, проходите. Не пошелся. Александр и Андрей? Ух, яркая, безусловно, девушка даже слишком. Вот, но мне все-таки кажется, что Юре нужна более, Более, может быть, спокойная, более скромная девушка. Понравилось? Медведей только не хватало. Для полноты картины. Есть энергия для того, чтобы соответствовать. А вот насчет, есть ли энергия, наверное, не 24 часа в сутки, И уж точно не 7 дней в неделю. Как тебе, жених? Ну, покой. Понравился? Ну, средняя, если честно, не пойму до конца. Вот еще раз говорю, нет плохих, хороших, есть свои и чужие. Вот как правильно найти себе пары. Ей нужен такой хороший Витек, дальнобойщик. И она к нему прискокаивала в машину, прямо на шпагате. И такое небо в алмазах, такую там цыганочку с выходом ему. Поэтому надо своего найти ей парня. Почему он не зашел? Не знаю. Куда не зашел? Испугался, испугался. Да, цыганьки. Бежал. А чего я так? Кротул. Не, не, такой. Бежал. Потому что директор Алиэда, это плохо. А потому что? Ну, потому что она не мечтает спасать детей психически неуравновешенных. И она не мечтает стать дефектологом, чтобы спасать больных детей. Они приходят к нам в состоянии одиночества, и мы должны им дать свое видение и свои советы какие-то. Она вот такая остается, и в этом ее прелесть. Вот она будет и так и сгварить, и селиться. Не смущалась, как он боится, если всем еще стесняется. Он же учитель. Он же учитель, он, конечно, стесняется. Что-то не то. Ну, если с вами в комнату, ты выйдешь к нему? Нет. Нет? Нет, не мое, нет. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Не пропустите. Спасибо. Вы смотрите «Давай пошенимся», и я предлагаю Юрию встретиться с третьей невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Юрия. Я думаю, что всегда есть объяснение тому, что происходит в нашей жизни, и тоже есть объяснение тому, что мы сейчас стоим напротив друг друга. Я надеюсь, что у этого только прекрасные продолжения. АПЛОДИСМЕНТЫ Погласим. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушка очень неординарная, сразу видно. Без кем. Я пришла со своей лучшей подругой, Эльвиной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Арина, 25 лет. Учится на специалиста по рекламе. Работает креативным директором в швейцарской компании. Увлекается картингом. Танцует аргентинская танго. Мечтает открыть ресторан армянской кухни. Предупреждает, что у нее на теле пять татуировок. Родители убеждали Арину, что ее избранник хочет жениться на ней из-за денег. После свадьбы их предсказания сбылись. Муж сел ей на шею. Надеется, что Юрий в состоянии обеспечить семью. Вы одна дочь в семье? Да. Одна дочь. Вы армянка? Да, я армянка. А родители в Швейцарии? Нет, родители в Москве. Ну, понятно, что родители состоятельные, все в дочку вкладывают. Поэтому, когда вы решили выйти замуж, они вас предупредили, что вашему избраннику нужны не вы, а ваши деньги. Ну, это произошло настолько ненавязчиво, что я не могу сказать, что вот они прям настаивны. А что бы изменилось, Арина? Ну, хорошо, вот если бы они не интеллигентно вам бы намекнули, что ему нужно от вас, а стали бы говорить, нет, Ариночка, мы против, потому что вы бы сбежали, я не знаю, вы бы тайно встречались, пока бы не изжили свои отношения. Как вам детям запретить? Особенно, когда настоящая первая любовь. То есть взять и денег не давать. А раз у нее денег нет, у доченьки, значит, тогда зачем она ему нужна? Ну, в общем, поскольку родители вас любят и любили безумно, то они сказали, ладно, Аринка, твоя жизнь, экспериментируй. И подарили вам на свадьбу квартиру. Они же очень хотят, чтобы я была счастлива. Конечно, одна, один ребенок. Это желание каждого родителя. То есть она сама обеспечена и хочет, чтобы мужчина тоже был обеспеченный, чтобы ничего не делить, я так понимаю. А он такой несостоявшийся музыкант, да, у вас? Ну, состоявшимся можно назвать только того музыканта, который на устах, который получает все-таки хоть какие... Да, который зарабатывает деньги своим ремеслом. Да. А, наверное, самолюбив, самооценка выше там крыши, да? В его случае это было именно так. И вы все взяли на себя. От родителей, наверное, скрывали, что муж не приносит денег, и вам приходилось и работать, и кормить, и поить, да? Ну, это было очень заметно, потому что, как я выглядела до замужества, всегда шикарно, как сейчас, да, ногти в порядке, волосы, все-все-все, то есть... Одета в самое модное. Да, все-таки жить на одной территории, это означает какие-то затраты помимо. Девушка совершенно не выглядит так, как себя представляет. Ариночка, а вот перед вами сидит Юрий, тоже звезд не будет с неба хватать. Одеваться в последней коллекции навряд ли. Вы будете жить поскромнее. Я думаю то, что все зависит от того, какая женщина рядом с мужчиной. То есть, если вы предложите ее... Если женщине хочется видеть рядом успешного бизнесмена... Но вы из одного уже не сделали за 7 лет успешного бизнесмена. Тогда у меня были совершенно другие ценности и другое понимание счастья, в принципе. Юра, вы хотите стать бизнесменом? А сейчас что для вас счастье? Сейчас для меня действительно счастье. Это дети, дом, уют создавать в нем. Ему такому заводному будет очень трудно с ней. Совсем разные темпераменты. Ариночка, я согласна с вами, что мужчина рядом с женщиной такой, какой его хочет видеть женщина. Но в то же время мужчины терпеть не могут, когда ими руководят, и когда женщина свои какие-то амбиции, свои мечты начинает, так сказать, вымещать на мужчине. Подсказывать, рассказывать, что ему делать, куда ему пойти работать. Походу, они этого не любят. Я вступаю в слоган. Я сделаю из тебя успешного бизнесмена. Нет, а кстати, вы хотите быть успешным бизнесменом? Своим делом небольшой может быть бизнес. Ну уж точно небольшие транснациональные корпорации, вот этот топ-менеджер. Ну ладно, ладно, мечтать. А если бы предложили, отказались бы? Я бы подумал, мучительно думал. А кто детей наших учить будет трудово? Ну точно не Юра, если он женится на обеспеченной девушке и родителе в очередной раз подарит бизнес и квартиру, конечно. Мне кажется, если честно, он тоже не ее типаж. Нет, нет, совсем. Разные люди совершенно. Я бы посмотрела на сюрприз. На сюрприз. Юрий, в этом конверте, украшенном наличным, находится шар желаний. Будет праздник Старый Новый Год. Это будет еще один шанс, чтобы вы могли загадать свое желание. И я надеюсь и верю, что она обязательно сбудется, потому что вселенная, она бездомная. Спасибо, дорогая. Ну что, девчонки, идите, ждите решения Юры в свою комнату. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, очень давно не напоминает Стива Джобс, это правда? Точно. В принципе, я бы даже сказала, что это анти-стив Джобс. Понравилось? Очень стильная. Чувствуется, что несмотря на высокий достаток родителей, на ее положение, она не такая уж избалованная и капризная. Мне чувствуется мудрость какая-то все-таки в ее словах. Армянская. Вот нет такого, что прям вот такого. Нет, она какая-то выдержит. Потому что она хорошо воспитана. Как тебе? Ну что, Ариночка, мне нравится. Но, когда вы берете женщину по сословию выше себя, вы на самом деле унижаете и себя, и ее. Так что не ваше. Да ладно, все можно сделать. Он согласился только что, что он не тянет. Мне как раз кажется, что Арине нужно искать себе мужа по средним качествам. И тогда, ну, есть шанс надеяться, что, может быть, не будет каких-то таких уж больших изъянов в его качествах характера. И ей нужно очень внимательно смотреть на тех мужчин, которые она будет выбирать, для того, чтобы вот эти тайные пороки, или вот эти большие проблемы заведомо увидеть вот эту одну большую проблему, которая может встать. Лично мне кажется, что ему Катя больше подходит. Ты понимаешь? Друзья мои, познакомились с тремя невестами, но нужно выбрать одну только для вашего друга. Кто она? Я думаю, что девушка из третьей комнаты. Это для себя, видать. Ага. Может быть. Потом переворвать искать, Юрась, не в службу, а в дружбу. Мне она понравилась. Друзья, бизнес будет хорошо. Выйдешь к нему? Ради его счастья нет. Зная Юру, да, мне кажется, что ему не хватает огня в жизни. Вот, соответственно, девушка под номером 2, в той второй комнате. Ну как, Юля? Что ты так делаешь? Что ты танцевала вроде такого? Парнишки-то, цыганочку. Станцевала. Цыганочку. А он не пошел. Вот такая распрекрасная Екатерина. Кажется же мне хочется, чтобы вы выбрали ее. Потому что она чудная, она этого достойна. Ну а там посмотрим на вас, мужчин. Ну, что можно пожелать в новогодние праздничные дни? Ну, конечно, пусть будет полной чашей ваш дом. Ну и, соответственно, любовь и дети в этом доме. И вот если подумать, с кем же такое возможно? Ну, ладно, как коллега-коллегия, Катюша. Я, конечно, не психиатр, но как психолог ее рекомендую. Мне он понравился, и я думаю, что за таким мужчиной я бы могла выйти. А гороскоп говорит, что нашему герою не нужно врагов, потому что у него есть такие друзья. Ну, конечно, Екатерина, потому что это единственная среди всех девушек, та, которая соответствует и темпераменту, так, чтобы ладить с вами действительно по-настоящему долго. Но и способна вас осчастливить как женщина, как человек, как личность. Поэтому, конечно, Катя, не слушайте друзей. Я думаю, что вам уже не терпится пойти в одну из комнат, поэтому вперед мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Алексей, 29 лет, номер 2270. Менеджер по закупкам. Увлекается футболом, играет в покер с друзьями, любит путешествовать. Хочет встретить общительную и уверенную в себе девушку, которая разделит его интересы. Виталий, 35 лет, номер 2271. Торговый представитель. Любит бегать по утрам, кататься на велосипеде и ездить на рыбалку. Познакомится с некурящей девушкой от 20 до 30 лет, которая не является поклонницей клубных тусовок. Мы не знаем, выйдет Юрий один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя, кто думает? Спасибо, я рада. Мне тоже очень понравилось. У нас есть пара Юрий и Екатерина. Мы хотим пожелать вам счастья в наступившем году вместе с певицей Полиной Гагариной. Спасибо большое. Я тоже от себя хотела бы сказать, что поскольку этот год змеи, я хотела бы пожелать вам, конечно же, мудрости, терпения, уважения к друг другу. Берегите друг друга и, конечно же, море, море любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!